Я включил запись, так. Значит, уважаемые зрители моего канала, перед нами знакомая всем серьезным садоводам России Елена Александровна Савинич, она же аспирант Красноярского университета. Как он называется? Науки и технологии мы не решили. Науки и технологии. Это из двух супер университетов сделали один супер-супер. Да, сейчас все объединяем. Вот, ладно. Теперь так, вторая гостья. Ну, Елена Александровна уже тут не гостья, она, по-моему, тут прописалась. Вот, и ей будет трудная роль, потому что сейчас приехал оппонент мой, так, и специалист. Вот. В ней будет трудная роль, начну в сторону встать. А, все, она у меня забрала камеру. Ура. Иди туда, садись. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александровна Софья Владимировна, я заведующая научно-исследовательской лабораторией сельскохозяйственной и экологической биотехнологии Красноярского государственного аграрного университета. Ага, то есть там, где она заканчивала. И где не нашлось места аграрного. Да, училась. У вас, видимо, все, короче, ее... Так, смотрите, что получается. Значит, я надеюсь, что вы чуть-чуть, мне кажется, тихо сказали. Пожалуйста, Елена Александровна, уже такое проходили, надо ближе. Вот. Мы пару минут посидим. Вот, пожалуйста, приседьте, только ближе. Тогда вы вдвоем не попадаете в кадр. У нее голос негромкий. Вы вдвоем не попадаете. А не надо вдвоем. Хорошо. Вот, звезда сегодня. Я звезда стесняюсь. Ничего. Стесняться... На камеру не уберу. Заведующий отделом, вот, должна стесняться? Ну, я молодой начинуть. Надо давать командный голос. Да? Да. Итак, Софья Владимировна. Владимировна. Зав. Отделом. Зав. Лаборатории. Зав. Лаборатории. Сельскохозяйственной экологической биотехнологии. Все, теперь, я думаю, все слышат. Дело в том, значит, вы имеете прямое отношение к грибам. Да, мы изучаем. Вот, вы изучаете грибы. Это патогенные грибы, да. И вот смотрите, не смотря от того, что я вас предупредил, вы все равно произнесли слова. Угу. Патогенные грибы. Угу. Правильно? Да, да, да. Дело в том, что, это, мои наблюдения с 37 лет, я искал хоть один гриб патогенный. А как вы его искали? А очень просто. Мы сейчас вместе пойдем по саду. И поищем. И вы мне покажете хоть один. Ага, ладно, посмотрим. Посмотрим? Да. Давайте, дело в том, что это спор очень серьезный. И я надеюсь на вас, как на оппонента, то есть, как сказать, вот, допустим, вы в душе уже где-то, может быть, со мной согласны, так? Давай я ей чуть-чуть. Но существует официальная точка зрения, существует теория, существует практика. Можно? Возьми. Че тебе надо? Не надо, мне оставлю, может, это. Пойгать компьютер. Конечно, бери. Можно все брать. Трудно монтировать, так что я не останавливаю. Иди. Дело в том, что, допустим, в душе уже, может быть, согласны со мной, что их нет. Но надо быть оппонентом, да? Да, мне надо, чтобы вы были оппонентом. Почему? Представим себе, я даже уверен, что вы, она говорит, что вы уже изучали немножко этого, ну, как его, антинауку, или как его, мою антинауку. А, мою книжку, да, вашу прочитали. Так вот, я вас прошу... Да там вроде бы нет никакой капоисы в антинауке. А, это надо между строчек было читать. А, ну, я поняла, почему вы говорите. Я довел свои наблюдения до конца. Вот. Я изучил несколько, это без привлечения, тысяч деревьев с грибами и не нашел ни одного патогенного гриба. То есть, я убедился, что в природе их не существует. Есть грибы, они занимают свою нишу. Помните, это что-то среднее между растением и животным. И вот до сих пор... Ну, то есть, это классифицируется как нечто среднее. Ну, это нечто среднее. Она выполняет свою роль. Эта роль заключается в том, что в уничтожении мертвой органики. Мертвой. Ну, только мертвой. Ну, вы оппонент говорите. Я надеюсь, что вы в душе со мной согласны. Что живую ткань... Я специально говорю, а потом пойдем по саду. Что за миллиард лет, миллиарды триллионов грибов не съели ни одну клетку живой материи. Вообще. Только мертвой. Ну, а как же паразитизм? Паразит... Да, вот это вот молодец. Правильно сказали. Паразитирует на мертвой, а не на живой. Теперь... Нет, паразитизм это как раз на живом объекте живет. Ну, если взять человека... А все остальное это уже идет... Ой, нет, людей переходить не будем. Это скользкая тема на людей, на грибы. Хотя есть тоже доводы на эту пользу. Смотрите. Итак, если взять... Я проводил такие опыты, вот растения, да? И я что делал? Я находил... Один раз, по-моему, в случае такое Елена Александровна показывал. Я находил старые гнилые обрезки веток, покрытые грибами. Не только внутри, понятно. Но настоящими, даже настоящими грибами со шляпками. Вот я эту кучу разворошил, брал и подпихивал в крону молодых, здоровых деревьев, на которых никаких признаков нет. Дальше я ждал, когда... Данные грибы, скорее всего, у них своя ниша, и они не могут паразитировать. Это сапротрофные грибы, которые органическое вещество уже... То есть вы считаете, что грибы, которые я специально выбрал, которые деревья не жрут. Да. А которые жрут, они так это сапротрофны. Да. Вот смотрите, конец будет истории такой. Мы будем ходить по саду. Заодно мы сделаем сколько позволят батарейки, да, и время. Вот мы сделаем 2-3 фирмы. Я заранее расскажу вывод, который однозначный мной наболевший за все эти годы. Потому что я, естественно, не применял никакие приемы, никакие дохимикаты. Никогда. Так, мы будем ходить по абсолютно здоровому саду. Я нашел несколько для вас таких спорных мест. Посмотрим. Но выводы, сделанные наперед, во все остальное, все жизнь, они такие. Значит, миллионы тонн ядохимикатов, применяемые по всей планете. Так, используемые для отравления грибов. Одновременно деревья, насекомых, червей, мяты, червей, муравьев, бактерии миллиардов, которые тут же вокруг их на дереве и туда попадают с дождем. Вот. Все это уничтожается зря. Да. То есть, если бы этого не делали, было бы как минимум не хуже, не хуже. Ну, а как же... И были бы еще здоровые люди и здоровые плюсы. Это минусы. Ну, это значит, в условиях сельхозплощадей невозможно, значит, применять? Потому что просто так бы не применяли, это же огромные затраты. Давайте так. Тогда есть такое понятие комплексное одобрение, даже комплексные есть яды. То есть, оно имеет несколько условий. Например, я единственное, где применял, это молодой сад, саженцы, только саженцы. Я беру там какой-нибудь крепкий яд, там, допустим, аллатары или там каратэ, вот. И я прыснул от насекомых. Но он же универсальный яд-то. Он все живое уничтожает, правильно? Да, большинство препаратов, они комплексные. Потом, смотрите, ксат-йесат, эти самые... Жуки едят, допустим, так, гусеницы едят. А прыскивать надо. А если выделить те случаи, когда опрыскивание только ради грибов, получается это, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. И именно эту часть работы можно из агротехники современной полностью убрать. Принеси вареночки. И хотя бы убрать в качестве эксперимента. В качестве эксперимента. В качестве эксперимента. Это большая, и вот все, мы стараемся снизить пестицидную нагрузку, конечно. Так, смотрите, раз я на вас набросился, можно спросить? Давайте. Вы знакомы, умеете пользоваться этими ранками? У меня бабушка любит этими пользоваться. Бабушка, эх, вы все, одним мы бабушки-дедушки. Современная наука в стороне, да? Да, ну, мы вот учились, и нам вообще про это никто, из наших докторов, профессоров, никто не рассказывает. Не рассказывает. Поэтому, да, я... То есть, смотрите, все мирождание состоит из двух вещей. Оно состоит из материальной части. Так? Вот. И невидимого мира для нас. Энергетическая. Энергетическая часть в данном случае... Может быть, когда-нибудь наука к этому придет. А я чего и добиваюсь? Да, может быть. Я использую в любой случай. Это значит, что я просто хочу в следующий раз, чтобы обратили внимание. Вы можете с порога сказать, что вот это вот ерунда, что не существует этих губительных биополей, губительных... Я ничего не могу сказать. А, непонятно. Так, у меня такое предложение. Мы сейчас... Там будет, когда 29 минут, он открылся сам. Сколько там? Десять. Десять. Пойдем посадим. Покажу ей свою работу, ее работу. Пойдемте. Вот. Будет две. Тут будет просто покажем качество деревьев. А на том участке уже, там вам чуть поставь, что там нас угостил. Пойдемте. Варь, вот тебе водичка, пей. Смотрите, смотрите здесь. Нитя, будешь мне свадку? А? Дядь, плачешь? Забрать? Нет, вряд ли. Это не моя, а ребятишек. Это надо с ней договариваться. Елена Александровна, я и тобой хвастаюсь. Проблема же заболевания состоит в том, что когда огромные площади... Большая густота посадки. Ну, конечно, очень много профилактически обрабатывается. Но если профилактически не обрабатывается, тогда... Густота для интенсификации больше, больше. Ну, видите сюда. Так, Нина Александровна, знаешь? Конечно, знаю. Знаю, да. Ну, во-первых, это не глуха, а абрикос. А, абрикос, да. Вот, так, я о другом. Вот это вот, как бы сказать... Вот лист темно-зеленый, да? Вот, ну, вот такой вот листик попался, знаете почему-то? Он в тени. Вот, он без солнца был. Только это сводит. Теперь так. Смотрите. Вот это прирост, вот это вот. Одного года вот этого. Вместе со скелетом, так? Вот это вот тоже, вот отсюда рост, только метра два, да? Тоже этого года. Значит, к нему никто не подходил, кроме одного случая. Я специально показываю. Видите вот это вот? Почему эта ветка сухая? Казалось бы, отмерзла. Нет. Я взял черенок, так? И этим сгубил вот этот кусок. Не понравилось. Если бы еще на пару градусов мороз был бы больше, вот это было бы вот так, больше бы объема захватило. И, наконец, 50, он бы вот отсюда вот, до снега бы весь замерзнул. Вот такая история. Значит, я когда исключил обрезку, эта обрезка вынужденная, ну, только, ну, чтобы никуда деваться-то кушать-то надо. Значит, отсюда ветка взята и пересажена, привита, так? Вот. А если брать в целом, ее вообще не трогать, значит, никаких обработок ему не нужно. Ну, вот что к нему пристали? Он бы сказал, если бы к нему подошли с этим. Так? Вот. Ну, и примерно пойдемте еще сюда посмотрим. Еще очень сильно дубительна монокультура, когда вот это одно и тоже. О! Вот это вот так вот. Приятно слышать. А у вас тут ремократия? Да, именно это. За что меня тоже попало, от Тимирайдовича. Значит, при свободном опылении, там, в смешанном саду, из всех косточек растут одни дикари. Мы с Инсаной посадили косточки Академии, посмотрите. Они, правда, плохо растут, здесь глина. Вот. Пересадку нуждаются, но у нас не было, и у нее сейчас земли нет посадки, и у меня земли нет. Посмотрите, густота. Ведь мне через год-два придется половину вырубать. Этого. Вот тут молодой, да, садка? Вот. Это из косточек. 15-й год. 16-го года посадки. 14-й год, а в 15-м посади. Нет, не так. Все забыла. Пойдем сюда, туда, где это было. Это все вдогонку. Здесь не было ничего. В 15-м и 16-м году была полная сила. Почему? Еще думали, строить или нет? Вон. На это не потянули. Вон они, те кучи. Передумали, да, как он строится? Будем уже скорее к вам ручкам построить. Пойдем сюда. Материал подорожал. Два раза говорят, или три там вообще. Цифры, говорят, бешевые. Не правильно. Вот я вам сейчас покажу. Вот здесь не было ничего. Вообще было просто чистота. Вот эти деревья, смотри. В 15-м году. Это, наверное, отсюда плохо видно. Груша дикая. Вот этот абрикос и вот тот абрикос. Это мои же саженцы были соседу проданы или подарены. А вот отсюда пошел молодой сад. И единственное дерево, я попросил бы взять с него пробу, вот единственное дерево на все три моих сада, которое чахнет, оно не просто чахнет, у меня такое подозрение, что это и есть бактериальный ожог. По внешним признакам бактериальный ожог. Мне нужно сделать анализ. Оно единственное, я надеюсь, последнее. А почему теперь так? Все сады вокруг, все яблони уничтожены. Да, Елена Александровна, что мы сегодня видели у соседа? У него осталось несколько деревьев? Что он сейчас прямо... Пилит, выпиливает. Выпиливает. Выпиливает, выпиливает, а... Обрезку делает. Ну, то и улучшает. Ну, да. Прям, представляете, прям сегодня. Да? Ага, я уже не покажу. Листья такие зеленые, большие. Хватаюсь за сердце иду дальше. Уже бесполезно убеждать, потому что есть авторитеты круче меня. Книги эти же, дарашки. Идем сюда. Да, всех не идем. Вот это посадки 16-го года. Самые крупные. Посмотрите, вот они. Это в 16-м году. Тут еще война шла. То ли грядки делать, то ли сосадить. Вот. А вот тоже. А вот эти из косточек. Вот эти. Это подобные. Вот это посадки 15-го года. А это, знаете, почему они такие? Это с Украины. Это я привез с Украины. Очень похоже на вирусные заболевания, когда вот жирки зеленые. Вот это желтые. Может даже это какой-нибудь холороз. Им будет комфортно. Но самое интересное, что они такими стали в первый же год. В 16-м году уже были привитые. Так и стоит, да? Привитые. И ничего ему не делается. И не замерзает. Я даже начинаю думать о болезни ли это. Хотя выглядит это бредно. Значит, но хотелось бы... Ну, скорее всего, хлороз. Тогда, может быть, и не надо... Недостаток каких-нибудь питательных веществ надо посмотреть. Кирсунская область. Сходу вот посадил, привил. А вот эти вот. Попробуйте к нему придраться. Да? Пойдите, да. Вот это, при том, из косточки. Не привитые. Вот за 5 лет, представляешь, такая выросла? За 5 лет? Да. Реки? Из косточки. Ну да, это классно. У меня первая стадия окультуривания. Попробуйте. Это откуда? Сихоциалинский хребет называется. Попробуйте. Дальний Восток. Ну, надо сказать, у вас здесь микроклимат очень хороший. Да, у меня микроклимат. У нас в Красноярске в пригороде такое растение будет. А в саду Крутовского такой же климат. Как здесь. Кстати, я читала, что там тоже за счет того, что не сей, горы немножко. Да, да, да. Не немножко. Я массовый опрос устроил. Чем, допустим, у меня дача. Я в Демногорске устроил массовый опрос. У меня характер такой. Я и стою на улице, и каждый устанавливаю, говорю, у вас было минус 40? У вас было минус 40? Я день не призываю. У нас было минус 46 и стояло несколько дней в этом году. Крутовского. Ну, в Крутовском, не знаю, на Минино у меня было. А что это они не признаются? А потому что у них не было 40 в долине сей, а не замерзающего. А-а-а. И вот у нас таких нет. У нас-то в лесу. Можно выращивать, можно иметь в стране, я прикидывал, от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов садов. Ой, это с этим я с вами согласна. Вот. Другое дело, что вы говорите, у вас не крапива. Даже почему у нас даже сворозину не выращивают, скажите, облепиху. Это же культура вообще наша. А в свое время отбили охоту. Вы попробуйте, вот он сад, давайте встанем вот тут. Вот это вот поражает. Ты вот не обратила внимания вдоль дороги? Дружно говорят, вот это все, попробуйте перекопать десять соток лопатой, даже не вот этим, лопатой, а потом поддерживать черную парту и все лето тяпать, барановать. В общем. А зачем? Это, извините, из тысячи публикаций это в 995. Остальные... А, ну это они берут, если промышленное производство, Да, промышленное автоматом. Междурядное обработание? Промышленное обработание. Там проще, там тракторы. Они дачникам советуют, лучше страшно. А у вас черный пар или естественное залужение? У меня на даче, у меня там все вперемешку. Есть место, где ничего не растет, я просто кашу и все. Ну, значит, залужение. Еще, это то же самое. Да. Это то же самое, что актуально. И она каждый год вот лужит. Вот такая каждый год. Я даже не уверен, что это болезнь. Ну, если это вирусная, инфекция-то, да? Так, это мы сегатолинские абрикосы не стали пробовать. Идем, можно тут найдем что-нибудь. Там есть один. Я его не стала брать. Специально оставила. Тут пени до упора висели. Вон он, один лежит. Я думала, в секрете помидоры. Нет, вот эти мелкие, это с этого. Почему, там есть помидоры? Мелкие, это с этого, непривитого амура. А здесь был крупный. Да, вон он лежит один. Где? Вон, вон, вон. Попробовать, да? Вот это? Нет, это мелочь. Тут были 100-граммовые, забыла? Я помню. Просто сейчас, как показать? А, смотри. А, раздавил кто-то его. Кто-то раздавил, уже доедает. Я им всегда кормлю этими самыми сладкими. А этим лучше не пробовать. Это на компоты только. В общем, смотрите. Вот это вот есть вот эта прививка в 15-м году. А потом пойдем, я покажу, где мы сегодня сами прививали. 5-6 лет, так быстро. Так быстро. Самое интересное, только во время посадки полива в час. И больше никакого ухода. Да, вообще никакого. Мы берем небольшую корневую систему. В принципе, первый год все, я тоже садилась. То есть от капельного орошения можно отказаться легко. Ну, это все зависит от климатических условий. Там, наверное, кончится должно было уже. Нет, еще 21 минута. Вот так медленно. Но все равно в промышленном масштабе первый год посадить огромные площади, в первый год все равно надо поливать. Позже в прошлый год. Смотри сюда. Это мы садили. Не садили, а поливали на месте. У земли. А там у меня что-то в коровке. Ну, это все старше. Это божья коровка. Это у вас все абрикосы в основном. Груши это. Вот это груши, вот это слива. Пойдемте туда, под забор. Там будет не так ярко. Почему такую форму имеют? Это мы пятый год. Но с него уже столько сиренков взято. Это супер сорт. Хвастаюсь. Розмарин. На том участке есть постарше на год. Покажу. Плоды, да? Да. А, вот груша. Ага, теперь вижу. Солнце светит. Эти еще без плодов пока. Молодые. И вот все самое странное. Мне тоже хотелось. Что вот это нам придется скоро вырубать. Траву эту. Бьющуюся. Смотри-ка. Это мы вот здесь. Ну, спускай. Ой, вон она ползет на мне. Да. Забирай ее. Ой, еще одна. Ну, да. Быстро. Быстро. Ну, и что тут реального есть? На предмет заболевания надо посмотреть боль отгроз и усадку. Смотри-ка. Ага. Вот эта красота будет розмарин. Это позднеосенний, да, сорт? Да, он осенний. А вот этот зимний сорт. Вот такие, покажи. У них размер. Мы соревнуемся с чернобаевым. Я ему чернки подарил. И у него выросли до 500-540 грамм. А я хозяин, не дотягиваю. У меня было 500 самое крупное. Вот. Но они еще до зимы будут висеть. Я хочу все-таки это. Мы в ноябре в прошлом году сняли. 2-го ноября. Так что до ноября они еще 2 раза увеличились. Снежок уже пробрасывал. Все хочу удивить. Может, в этом году, да, догоните? Причем, так же не полива, не подкорма. Только у него корневая система там внутрь. Корни, кстати, компактные. Почему? Все яблони у меня на корневых отростках. На сеянцевых нет ни одного. Подбой. Вот. Пойдем сюда. Вот это вот специально хотел показать. Смотрите. Там у картофеля сколько это глубинное? Это вообще поражает. А у дерева так? Мы же наукой снимаемся с вами. Видите паршу? Я искал, искал, нашел одну яблоню. И вот эту яблоню. Это точно парша? Парша же она такой. А мы с вами еще и будем, знаете, что делать. Мы с вами разрезать будем. Смотрите сюда. Покажи, наверное, сам. Вот между ними, да, видите? Где место грибов? Вот она парша. Не видно отсюда. Оттуда. Оттуда. А я сейчас обойду к вам. Обойду. Оторвало? Короче, вот это место было самое затемненное. Здесь начали, это не патогенные грибы, что портят, яблоню надо опрыскивать. Вот в этот момент, когда появляется, требуется опрыскивать. И все это яд зря только колесит почву, а когда в почве погибают муравьи, погибают грибы и погибают червяки, в это время полностью прекращается снабжение яблони, потому что цепочка разрывается. А вот эта вот ошибочная, да? Где она появилась, эта парша? Только там, где второе яблоко. Только так, где? Вот так было. Вот так было. То есть самое место, там, где не было кислорода, там не было света. Там наоборот влага, повышенная влажность и развивается сразу. Но развивается не просто так, отрываем последний. Развивается там, где клетки умерли. И вот здесь, посмотрите, я специально выбрал эту. Мне кажется, это не парша. Потому что парша же по-другому выглядит. Ну, для вас по-другому, а это и есть парша. Но мы сейчас не будем спорить о терминах. Дело в том, что это гриб. Смотрите в глаза. Не знаю. Если это не парша, то нет. Это гриб. Так вот. Нет, можете спорить. Я не буду утверждать. Предположим, что это гриб. Так вот, вот оно вот так висело. Вот так вот это место было, да? Никогда. Здесь не появится. Понимаете? Никогда. А то, что здесь случилось, опрыскивание, опрыскивание. Это все бесполезно. Обычно парша, она по всему яблоку. А не по всему. Она когда-то начинается. А потом яблоко начинает что? Изуродоваться. А мы сейчас пойдем. Так, в принципе, вот первый этап можно заканчивать, да? Я имею в виду, что все равно с чего-то воду отключится. 26-40. Ну, давайте так. Попробуйте, все-таки, за невосточный абрикосик. Она попробовала его? Она попробовала. Попробовала. Да. Ну, давайте тогда отключим, пойдем на тот участок. Мы не успеем сейчас яблоко разрезать. Куда надо нажать? Вот сюда, посередине. Минутый абрикосик. Всем пока. Минутый абрикосик. Продолжение следует...